ну что друзья выставка на самом деле закончилась две недели назад но вот только-только и собрался с мыслями что-то записать к это суета после выставочная закончилась наверное начнем с вами с основного вообще в принципе с выставки конечно масштабы в этом году поражают огромное количество залов вплоть до того что из второго павильона пришлось кастом зоны выносить в отдельный павильон потому что заполняемость конечно была сумасшедшая и обилие китайских брендов и обилие китайской техники ну просто поражают воображение потому что ну все что хочешь хочешь на одном колесе хочешь на 2 на 3 на 4 на 6 хочешь электрическая хочешь гибридная хочешь на dvs хочешь вообще вот все что угодно вот я конечно у меня даже не хватило в силы времени обойти что-то там подробное посмотреть но на самом деле огромное количество обзоров можете посмотреть как бы основную экспозицию поражает наверно только то как наш рынок все это потребляет и насколько все быстро как-то адаптировались под всю эту историю и уже какие-то обзоры на полных серьезных щах записывают об этой технике сравнивая ее там с европейцами всем остальным ну в общем какой-то новый мир открылся я в него еще не погрузился я конечно ничего это не попробовал с виду это конечно выглядит все ужасно но конечно вопрос цены потому что у людей сейчас деньги есть народ заливают деньгами ему нужно куда-то это тратить и конечно люди идут покупать технику и предложение от 70 тысяч рублей до миллиона на любой там на любой кошелек на любую потребность хочет и широкими колесами хочешь с узкими хочешь скутер их очень скутеры ну в общем предложение есть и конечно это все покупают у меня на самом деле мне просто был вопрос а покупают ли это вообще но общавшись там с организаторами с некоторыми ребятами из этой истории да это покупают покупают огромных количествах все это контейнерами едет поэтому и естественно размер этой выставки это олицетворение того что в принципе происходит на рынке и что действительно этот продукт востребован на него есть потребитель вот поэтому не знаю относитесь к этому как хотите это просто данность наверное выстав от этого только выигрывает потому что за все время за все свои 13 лет присутствия на подобных ивентах я не видел столько людей ни разу в жизни это просто было что то невероятное особенно в субботу народу было столько что просто не протолкнуться честно это это что-то что-то вообще безумие какое-то явно видно что востребованность техники есть и в том числе это отражалось и на нас ну что выставка стартовала мы в этом году организовали стенд по круговой системе в центре сделали небольшую клиентскую зону четыре на четыре чтобы было где посидеть кофе попить водички перекусить туда-сюда где можно спрятаться потому что очень всегда этого не хватает вечно на стульчиках колбасимся вот и по кругу расставили красоту в этот раз 14 мотоциклов удалось притащить в том числе и альтра и брейкаут показываемые фэдбоксики и все 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 дела так что в этот в этом году все максимально комфортно еще заканчиваем немножечко натирать и все начнется общение 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 ну что сказать мы в этом году решили сделать большой стенд привести много проектов действительно многое что не удалось показать в прошлом году и в этом году была такая возможность потому что и джо от альтра еще не было вот так вот публично представлен и отбой в исполнении сечь у нас был новенький пьем bx мы еще не показывали поэтому решили все это дело в этом году презентовать собрали это пом 14 мотоциклов у нас было на стенде и естественно ажиотаж ко всему этому был огромные общения просто невероятное количество до сих пор нахожусь под таким впечатлением и вам конечно большое спасибо за всем кто подходил всем кто благодарил жал руку фотографировался покупал мерч и говорил много теплых снов спасибо вам большое за поддержку потому что до тяжело сейчас невзирая на то что есть объемы есть огромное количество проектов мы развиваем мир развиваем дубайскую площадку и конечно в целом конечно нагрузка невероятная очень тяжело и очень тяжело в такой атмосфере сохранять какой-то творческий порыв и желание как бы создавать какие-то новые дизайны это но мы стараемся и конечно ваша поддержка в этом плане она просто неоценима это очень важно это огромный заряд сил эмоции в этом году шквал этих этих эмоций был каш какой-то просто невероятный ну и естественно востребованность проектов то как сколько мы подписали за эту выставку это просто что-то невероятное то есть это наверное там сколько в 10 раз больше чем предыдущие годы с одной стороны мы очень переживали что кастом зону вынесли в отдельные в отдельный павильон потому что его было не так просто найти и некоторые люди терялись и действительно даже некоторые писали что как вас найти потому что все это было не очень информативно но потом конечно когда народ уже набилось было понятно что все кто хотел попасть в кастом зону все попали в общем кастом зона была вынесена в отдельный павильон, как я уже говорил, и там же были стенды, посвященные около кастомайзерской всей этой истории. И на самом деле, в итоге я очень рад, что так получилось, потому что у нас действительно был какой-то свой вайб, какая-то своя атмосфера, такая, знаете, в отдаленности от Китая, то есть вот какая-то старая еще такая выставка, старая формация, все свои привычные образы, привычные проекты. В общем, по факту, мне кажется, это действительно было удачным решением. Возможно, я не знаю, как с точки зрения посетителя, но мне кажется, все равно было приятно именно все это видеть вот в таком закрытом пространстве, очень уютном пространстве. То, что касается непосредственно кастом-зоны самого чемпионата по кастомайзингу, ну, не в обиду, конечно, никому, здесь скорее мы рассматриваем не отдельно взятые проекты, а в принципе все насыщение, это, наверное, был самый слабый чемпионат за всю историю того, что я наблюдаю, и это касается и Санкт-Петербурга, и Москвы, ну, действительно наполнение, конечно, грустноватое. И в принципе чувствуется определенный кризис жанра, идеалистический кризис в этом немножечко ощущается, потому что, ну, конечно, в атмосфере сегодняшнего дня достаточно сложно креативить и сложно представлять себе, как через какой-то художественный кастомайзинг либо воплощение каких-то смелых идей ты можешь сейчас куда-то дойти. Действительно все скатывается в какую-то прагматику, в неопределенность и во все остальное. Вот поэтому, естественно, все это ярко отражается на художественном мире, тем более кастомайзинга, который, в принципе, развивается только в простых, ну, как бы в благоприятных, так скажем, условиях, потому что это весьма непростое ремесло, на которое нужно много времени, свободная голова и, в принципе, огромное количество вдохновения. Поэтому печально, вот, но не думаю, что это конец, естественно, что-то появится. И, естественно, им порадовали, в принципе, некоторые мастерские, которые начинают презентовать свой коммерческий продукт, то есть уже с прицелом на рынок, с прицелом на то, что востребовано, оглядываясь на мастерские, такие как наши, Дим, Зилерс и остальные, то есть видят, что есть спрос на, в принципе, готовый продукт, и все, что вокруг этого, на сервисы и поставку определенных запчастей. Поэтому ребята, в принципе, стараются работать в этом направлении, и уже и подвески появляются собственные, и с выхлопами ребята начинают более глубоко работать на уровне уже такой прям инженерии. Ну, в общем, какие-то вот такие правильные движения в этой стороне есть. Но вот с точки зрения того, что большие мастерские перестали презентовать себя в кастом-зонах и как-то соревноваться и пытаться что-то кому-то доказать, это, конечно, грустная, печальная тенденция, но, скорее, закономерная. Ничего такого сверхвыдающегося в этом нету, все понятно, все объективно. Конечно, желаю кастом-тюнинг-шоу в следующем году более крутых проектов, каких-то более смелых идей. К сожалению, сам, извините, сам не могу поддержать историю вот с каким-то художественным кастомайзингом, хоть бы и хотелось, но у нас сейчас стоят перед нами очень сложные, объемные, большие задачи, которые, конечно, съедают также весь наш творческий потенциал с точки зрения какого-то художественной самореализации. Поэтому, увы, я думаю, что в следующем году не поддержим. Конечно, новые платформы коммерческого кастомайзинга покажем, но художка пока никак нам не добраться до этого. В общем, в целом о выставке, конечно, смешанные эмоции, потому что, с одной стороны, да, это вау, это огромные объемы, это невероятная востребованность техники, причем что люксовой, что бюджетной. Действительно, спрос и с точки зрения потребления, экономика внутри этой индустрии работает. Непонятно как, но это факт, и отрицать это просто невозможно. Можно просто прийти и посмотреть своими глазами, как это работает. Но с точки зрения всего остального, да, происходит, как и везде, происходят какие-то структурные изменения, какая-то подвешенность и непонятность, куда это все дальше выльется. Но объективно народ есть, народу есть деньги, народу нужен продукт, народ хочет кататься, ездить, все остальное. Поэтому, естественно, эти все потребности всеми возможными способами нужно закрывать. Организаторов мотовесны и, в принципе, выставку я поздравляю с этим событием. Конечно, это было очень масштабно. С точки зрения организации все прошло великолепно, все замечательно и здорово, как обычно. Поэтому выход на какие-то новые масштабы, на какое-то новое будущее или настоящее. Посмотрим, что это из себя выльется в следующем году. Но, опять же, вот прошел год, а уже просто разница какая-то феноменальная. И при всей, конечно, смешанности эмоций отрицать то, что все куда-то движется, невозможно. Посмотрим, куда все это придет к следующему году. Так что увидимся, продолжаем творить чудеса. Субтитры создавал DimaTorzok